Дорогие друзья, здравствуйте! Я Ташенов Максим и это программа Сила Слова. Я приветствую всех наших драгоценных зрителей, где бы вы сегодня ни находились. Пусть Господь благословит вас, пусть обилие его благодати, знания, мудрости, слово, вера, пусть все это наполнит вашу жизнь, наполнит ваше сердце. А с огромной признательностью обращаюсь ко всем драгоценным партнерам Первого христианского спутникового телеканала СНЛ. Спасибо вам за ваши даяния, спасибо вам за ваши молитвы, спасибо за то, что вы продолжаете быть участниками в этом важном служении. Бог да благословит вас! Ну что ж, давайте помолимся и начнем. Дорогой наш Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благослови нас сегодня, благослови нас мудростью, благослови нас откровением, благослови нас Твоим Словом. Пусть сегодня Твой свет просветит всякую тьму, и Божий народ да будет благословен, чтобы он ходил в твердом знании, уповая на Бога, принимая Его драгоценное обетование, Его драгоценные истины, и пусть дела дьявола будут разрушены во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. А, дорогие друзья, эту серию программ я бы хотел назвать «Смотрите на Божье Слово и побеждайте в ваших отчаянных обстоятельствах». Дело в том, что есть причина, почему мы сегодня будем говорить об этом. Мы будем говорить о том, как важно держать Божье Слово перед своими глазами. Притча 4 глава, 20 стих, учит нас следующему. «Сын мой, словам моим внимай, и к речам моим преклони ухо Твое, да не отходят они от глаз Твоих, храни их внутри сердца Твоего». И я бы сегодня хотел обратить ваше внимание на эти слова. «Да не отходят они от глаз Твоих». Писание учит нас, что мы, как верующие люди, должны держать свой взор на Божьем Слове, на Божьих словах. Почему это так важно? Дело в том, что в этом стихе автор повествует следующее. Он говорит о том, чтобы человек, который хочет быть благословленным, а в данном случае этим благословением является здоровье для всего тела и жизнь, есть обещание Божье хранить нас в здравии и даровать нам жизнь. И Библия говорит о том, насколько важно, чтобы каждый человек, который желает наследовать эти драгоценные благословения, в своей жизни был бы посвящен Божьему Слову настолько, что внимал бы только лишь Божьему Слову, смотрел бы только на Божье Слово. Во всех наших предыдущих программах мы говорили о том, насколько важно запоминать Божье Слово, насколько важно исповедовать Божье Слово, провозглашать его своими устами. Этот могущественный закон исповедания Божьего Слова своими устами, о котором Библия говорит, что когда мы делаем это, мы применяем это действие, когда мы своими устами провозглашаем вслух Божье Слово, то Божье Слово в наших устах, оно становится словно оружие, которое разрушает все дела дьявола и доставляет победу тем людям, которые используют это духовное оружие. Сегодня я хотел бы поговорить о такой важной сфере в жизни любого верующего человека, как взгляд очей, взгляд, который должен направлен быть на Божье Слово. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 14 стих, здесь Иисус говорит следующее. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, дабы всякий верующий в Него не погиб. Иисус напоминает слушающим Его людям о ситуации, о событии, которые произошло тогда, когда израильский народ вышел из земли египетской, должен был войти в землю обитованную, оказался в пустыне. И Бог дал пищу Израилю, Он дал манну, которая появлялась каждое утро. И в один момент люди, которые были в пустыне, они возроптали. И Божий дар, Божью манну, хлеб, который приходил с неба для них, они назвали негодной пищей. И пришло возмездие, наказание, и змеи приползли, и жалили народ израильский, и Библия говорит, что народ погибал. И тогда Моисей, он взмолился, и Бог сказал, сделай медного змея и выставь его на знамя, для того, чтобы всякий человек, в каком бы месте стана он не находился, взглянув бы на этого медного змея, оставался бы жив. И Библия говорит о том, что любой человек, где бы он не находился, в каком бы уголке стана не находился, если он был ужален змеей, достаточно было взглянуть на медного змея, и действие яда останавливалось, и человек оставался жив. И эту ситуацию Иисус напоминает слушающим его иудеям, и он говорит, что, как Моисей вознес змею в пустыню, так должно быть вознесено сыну человеческому, для того, чтобы всякий верующий в него не погиб. Как тогда, тысячелетия назад, для каждого человека, который был ужален змеей, спасением являлся именно этот взгляд на медного змея, сегодня всякому человеку, который поражен грехом, поражен проклятием, болезнями, немощью или бедностью, такой человек должен веровать в Господа Иисуса Христа. И тогда эта вера, она разрушает действия греха, смерти, проклятия в жизни этих людей. И любой человек, любой человек, который верит в Иисуса Христа, он не погибнет, но он будет иметь вечную жизнь. Видите ли, когда мы говорим о вечной жизни, если даже на сегодняшний день мы спросим людей в церкви, как они представляют себе жизнь вечную, то очень распространенным будет мнение, что вечная жизнь – это то, что начнется однажды, когда человек оставит этот мир, перейдет в мир иной, и тогда там, на небесах, начнется эта вечная жизнь. Но когда Иисус говорил о том, что любой верующий человек, всякий верующий в Иисуса Христа, имеет жизнь вечную, если вы однажды назвали Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, если однажды вы исповедовали Его, как Сына Божьего, который пришел в этот мир, забрал наши грехи, подарил нам дар вечной жизни, мы должны знать, что нам, верующим в Иисуса Христа, дан дар вечной жизни. Так что же такое эта вечная жизнь? И как много мы знаем о том, что мы имеем? Дело в том, что Писание говорит, что верующий в Иисуса Христа, какого бы он ни был возраста, социального положения или образования, если человек верит в то, что Иисус есть Господь, что Иисус есть Сын Божий, то по словам Иисуса Христа, по словам Священного Писания, этот человек уже имеет дар вечной жизни. О какой жизни говорит Иисус? О какой жизни говорит Писание? Что это такое вечная жизнь? И может ли так случиться, что мы, как верующие в Иисуса Христа, имея что-то, имеем самое мизерное представление о том, что же мы получили? Может ли такое случиться с нами, что человек, принявший Иисуса Христа своим личным Господом и Спасителем, и уверовав в Него, живя, продолжая жить на этой земле, подвергаясь страданиям, подвергаясь какой-то физической боли, болезням, бедностям и всем этим проклятиям, которые обрушиваются на человека, может ли случиться такое, что, проходя через все это, в то же самое время, всякий верующий человек имеет что-то в себе, что можно было бы, если так можно выразиться, можно было бы активировать, запустить что-то. И тогда многие вещи в нашей жизни, с которыми мы просто смиряемся и просто говорим о этом, ну это просто рок, это просто судьба, это вот просто на нашу долю выпало вот это. Может ли такое случиться, что мы определенные страдания, я не говорю все скорби, я не говорю все страдания, но определенная часть скорбей и страданий, мы могли бы это преодолеть, мы могли бы это разрушить, потому что у нас, у верующих людей, что-то есть. Может ли такое случиться, что, имея что-то внутри себя, в действительности мы не знаем, как этим пользоваться? Мы не знаем, что это можно было бы использовать. Это можно было бы использовать против смерти, это можно было бы использовать против болезней, это можно было бы использовать против бедности, несчастья, либо других каких-то других страшных событий, с которыми большая часть христиан сегодня просто автоматически смиряется. Мы не говорим о тех страданиях или о тех проблемах, которые возникают в жизни верующих людей из-за Божьего Слова, потому что просто есть люди, которые гонят христиан, есть люди, которым просто не нравится Божье Слово, и возникают определенные скорби, возникают определенные гонения, кого-то сажают в темнице, кого-то избивают, кому-то угрожают просто из-за того, что они христиане. Но существует огромная масса скорбей, проблем, бед, печали, связанных из-за того, что дьявол просто, он как вор. Как Писание говорит в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 10 стих, вор приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Иисус говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Итак, враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Если Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком, тогда мы задаемся вопросом, о какой жизни идет речь, и что это за жизнь с избытком. Давайте посмотрим на служение самого Иисуса Христа. Иисус пришел в синагогу, и там был человек, у которого была иссохшая рука, сухая рука. И Иисус исцеляет этого человека. И там, где был недостаток силы, недостаток полноты, скажем так, недостаток функциональности, а именно так и рассматривали первые христиане немощи и болезни. Они считали, что немощи и болезни – это недостаток жизни, это недостаток силы. И когда человек с сухой рукой, он подошел к Иисусу, Иисус сказал, протяни твою руку, и его рука была мгновенно восстановлена, исцелена, то есть жизнь, полнота этой жизни, которую являл Иисус Христос в своем служении, она восполняла недостаток силы. Она восполняла недостаток жизни в людях. Человек, у которого была сухая рука, получил исцеление. И Иисус однажды пришел, и там была Марфа и Мария, и у них умер брат, и он был четыре дня в гробу. И Писание говорит, что его тело разлагалось, и запах уже шел, запах тления. И Иисус приходит в этот момент, и он провозглашает слово, он повелевает Лазарю, и Лазарь, у которого тело разлагалось, вдруг выходит абсолютно живой, исцеленный, его тело абсолютно восстановлено. Так что же это за жизнь такая, о которой сам Иисус говорит, жизнь с избытком? Что же это за такая жизнь, которая, врываясь в этот мир, приносит восстановление, приносит исцеление? Об этой жизни мы знаем также, что она способна была умножать хлеб и рыбу. Куски хлеба, которые преломил Иисус, они умножались, и тысячи людей могли наесться. Рыба умножалась, что-то производила, вот эта жизнь, когда она врывалась в этот наш мир, что-то происходило, полнота, наполнение, умножение, восстановление. Концентрат этой жизни был таким могущественным, что даже вода могла превращаться в самое хорошее, дорогое вино. Что же это за жизнь такая, которая может восстановить тело, распадшееся, разлагающееся? Что это за жизнь такая, что она может оживить мертвого? Что же это за жизнь такая, которая может даровать зрение слепому и слух глухому? Что же это за жизнь такая, которая, врываясь в тело человека, может поднять его и испарализованно сделать человека ходящего, прыгающего и радующегося? Может быть, сегодня, говоря о вечной жизни, мы не имеем достаточно полное, ясное представление, о чем же говорил Иисус, когда говорил, что всякий, верующий в Него, имеет жизнь вечную. Продолжение следует... Настолько это как бы замылилось уже в нашем понимании, что тот первоначальный смысл, в который вкладывали первые авторы, авторы Писаний, те первоначальные мысли и идеи, которые не вкладывали в эти понятия, возможно, сегодня не просто утрачены, а не просто размыты, они ни о чем. И необходимо возвратиться к тому первоначальному смыслу, который закладывался Духом Святым, богобоязненными людьми, авторами этих Писаний, для того, чтобы произвести в нас, слушающих и верующих сегодня в нашей жизни что-то, что Бог хотел бы восстановить это в Церкви. И когда этого не происходит, люди склонны говорить, что времена апостолов прошли, времена чудес прошли, Бог сегодня никого не исцеляет. И мало того, что звучит еще и это, но происходит вообще замена или подмена понятий. Вдруг белое становится черным, и черное становится белым, горькое становится сладким, и то, что делает Бог, называется работой дьявола, а то, что делает дьявол, вдруг называется благословением Господним. И как такое происходит? Это происходит тогда, когда взгляд людей, он переводится с Божьего Слова. Тогда, когда вместо божественных понятий, которые Дух Святой вкладывают сегодня в сердце, в мышление своих детей, своих сыновей, вдруг приходят просто определенные религиозные штампы, определенные религиозные понятия, и сам смысл он утрачивается. Смысл первых слов, смысл той первой авторской идеи, о чем говорил Иисус, когда говорил о том, что всякие верующие в Него имеют жизнь вечную. И я сегодня хочу сказать какому-то драгоценному человеку, кому диагностировали рак, или у кого туберкулез, или, возможно, рак двенадцатиперстной кишки, или, возможно, есть глухота и язва, я сегодня хочу сказать вам следующее, что если вы веруете, что Иисус Христос, Божий Сын, и Он ваш Спаситель, и Он ваш Господь, то само Писание говорит вам сегодня, что вы, верующий человек, имеете вечную жизнь. И это та самая жизнь, которая восстановила зрение слепым людям во времена служения Иисуса Христа. Это та самая жизнь, которая сделала сухую руку здоровой, полноценной рукой. Это та самая жизнь, которая ворвалась однажды в гробницу к Лазарю, и его распадающееся на части тело, тленное тело, восстановила, и Лазарь ожил. Это та самая жизнь, которая однажды воду в Кане превратила в вино. И Бог благословил ту молодую супружескую чету, которая начинала свой жизненный путь с этого благословенного чуда. Это та самая жизнь, которая умножала куски хлеба, небольших лепешек и кормила тысячи людей при этом. Это жизнь, которая пришла с неба. И она сегодня также готова ворваться и быть проявленной в нашей повседневной жизни. Потому что Иисус говорит, что всякий верующий в него имеет жизнь вечную. Всякий верующий имеет жизнь вечную. Но есть определенная вещь, которая может послужить определенным препятствием на пути к вашему чуду. Препятствие на пути к вашему исцелению. Препятствие на пути к вашему освобождению. Дело в том, что имея внутри себя такое драгоценное сокровище и такую силу и такую мощь, просто из-за того, что мы недостаточно сведущие в отношении этой силы, недостаточно сведущие в отношении тех понятий, о которых говорил Иисус, мы можем подвергнуть свою жизнь опасности. Мы можем подвергнуть свою жизнь большим-большим проблемам просто из незнания. Посмотрите, пожалуйста, как об этом говорит пророк. Если мы откроем с вами книгу пророка Осии, 4 глава, 6 стих написано. Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мной. Посмотрите сейчас внимательно. Истребление, истребление Божьего народа, это то, чем сегодня занимается дьявол. Это то, что сегодня дьявол делает через болезни, через немощи, через бедность. Потому что верующие люди, они чего-то не знают. Библия говорит, истребление постигает за недостаток ведения. Недостаток ведения. Недостаток знаний в отношении того, что сделал Иисус на Голгофе для нас. Недостаток знаний о том, каков Бог. Недостаток знаний о том, что Господь является нашим целителем. Если Библия называет его целителем, и если мы сегодня находимся в каких-то болезнях, то не гораздо ли лучше было бы для нас из Писания, и благодаря помощи Святого Духа познавать, так что же это значит, когда сам Господь является твоим врачом? Что это значит, когда сам Господь является твоим целителем? И как мы, люди на этой земле, сегодня, в это время, можем соединиться с нашим целителем? И нет ли чего опасного в нашем поведении, в нашем понимании, в нашем характере, что препятствует сегодня Божьей исцеляющей силе течь в нашу жизнь и восстанавливать наши тела? А может быть мы больны напрасно? А может быть мы страдаем напрасно в отношении каких-то вещей? А может быть нам не стоит соглашаться с этим и принимать это как благословение от Бога? Ведь Иисус ясно сказал, что вор пришел украсть, убить и погубить. Что делает сегодня рак? Рак сегодня убивает людей. Рак сегодня останавливает людей в середине их жизни и говорит, что все кончено. Что делает сегодня туберкулез? Туберкулез сегодня убивает людей. А кто пришел украсть, убить и погубить? Дьявол пришел украсть, убить и погубить. Так каким же это образом тогда получилось, что то, что Бог назвал черным, сегодня вдруг становится белым? И работа дьявола сегодня признается как работа Божья. И можно сегодня слышать, как кто-то, кто получил известие или диагноз, что у него рак, и люди сегодня ему говорят, Бог дал, Бог взял. Рак – это благословение от Бога, который учит нас размышлять о бытии, о тленности всего живого. И просто ты слушаешь все эти религиозные разговоры, и ты думаешь, но ведь написано же, что вор пришел украсть, убить и погубить, что рак никому жизни не принес. Рак принес смерть. И приносит, и сеет смерть. Туберкулез приносит смерть. Паралич приносит страдания и мучения. Так каким же образом то, что с самого начала было черным, сегодня вдруг в рамках церкви становится белым? Работа сатанинская, работа по уничтожению людей, умерщвлению людей, погибель людей, сегодня вдруг воспринимается как дар с неба, чтобы заставить нас подумать о вечности. Достаточно Божьего Слова, чтобы подумать о вечности. Достаточно открыть Библию, чтобы подумать о вечности. Достаточно сегодня открыть Писание, Евангелие от Иоанна, 10 глава, 10 стих, чтобы понять, кто есть кто и кто чем занимается в нашей жизни. Вор пришел украсть, убить и погубить. Иисус пришел, чтобы мы имели жизнь и имели с избытком. Иисус пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Но в нашем понимании, в нашем разуме все так намешано, все так перепутано. И тысячи людей вот с этой смесью внутри себя, они просто опускают руки и говорят, будь что будет, если Бог захочет, будет хорошо, если Бог не захочет, будет плохо. Бог давно захотел. Бог давно захотел всех исцелить. Бог давно захотел всех спасти. Бог давно захотел, чтобы любой человек, который приходит в этот мир, был бы просвещен светом Божьим и был бы победоносным служителем Господнем в любой ситуации. Иисус для этого и пришел. Он пришел, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком, чтобы мы, верующие в Него, имели в себе эту божественную жизнь, вечную жизнь, которая побеждает. Есть сила выше силы рака. И это сила вечной жизни. Жизнь поглощает смерть. Жизнь поглощает все, что пришло от дьявола. Жизнь поглощает рак. Жизнь поглощает туберкулез. Жизнь поглощает паралич. Жизнь поглощает смерть. Побеждена смерть, победу. В Библии так говорит. Жизнь, она просто побеждающая. И это та самая жизнь, которую Бог дал нам, верующим в Иисуса Христа. Сегодня, когда уже идет четвертый год после рака, когда четыре года назад мне диагностировали рак, и в тот момент, когда первое известие о том, что у меня есть рак, о том, что у меня есть метастазы, ворвалось в мою жизнь. Боже мой, если бы тогда, четыре года назад, я знал бы то, что сегодня я знаю. За эти четыре года я больше знаю о вере, чем четыре года назад. За эти четыре года я больше узнал о могущественной силе исповедания Божьего Слова, чем тогда, четыре года назад. За эти четыре года я больше изучил о Божьем мире. Я больше познал Бога как любящего, как Бога, который исцеляет. Я знаю сегодня гораздо больше. И это помогает мне жить. Это помогает мне побеждать. Я узнал что-то. Но тогда, четыре года назад, в моей голове было все смешано, и я не мог понять, где черное, где белое. Я не мог понять, где Бог, а где дьявол. Я не мог довериться Богу даже вопроса того, что я проживу следующий день. Почему? У меня было незнание. Хотя уже тогда, когда эти первые известия вошли в нашу жизнь, в нашу семью, уже тогда мы в себе имели что-то, о чем не имели ни малейшего представления. Вечная жизнь дана была мне в 1993 году, в сентябре, когда я впервые назвал Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Библия говорит, что как только вы принимаете Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, как только вы называете Его своим Господом, как только вы провозглашаете Его Божьим Сыном, вам дается дар вечной жизни. В этот же самый момент внутри вас появляется что-то, что гораздо сильнее рака, гораздо сильнее туберкулеза, язвы, что-то, что гораздо сильнее самой смерти. Это называется вечная жизнь. Благодаря этой вечной жизни Иисус исцелял людей. Он приносил в их жизнь полноту. Там, где был недостаток жизни, изливалась Его благодать, изливалась Его сила. И люди, которые были даже слепы от рождения, они обретали зрение. Глухие начинали слышать, хромые начинали ходить. Человек, который был четыре дня в гробу, его тело распадалось, был восстановлен. Вода в Кане Галилейской была превращена в вино. Хлеб получал умножение, рыба умножалась. Удивительные вещи происходили из-за вечной жизни. И Писание говорит, что сегодня всякий верующий человек имеет жизнь вечную. Не просто жизнь, которая однажды когда-то начнется, и там на небесах у нас все было хорошо. Весь вопрос в том, что сказал Иисус. А Иисус сказал следующее. Верующий в Иисуса имеет. Он уже имеет. Это уже здесь. Это уже здесь. Оно уже дано нам. Просто мы имеем об этом самое смутное представление. И наше незнание этого может сыграть с нами очень опасную игру. Если мы вовремя не возьмемся за Божье Слово. Мы назвали серию этих программ. Смотрите на Божье Слово и побеждайте в ваших отчаянных обстоятельствах. Когда мы смотрим на Божье Слово, когда мы держим взгляд, когда мы держим свой фокус на Божьих словах, однажды в нашей жизни, в нашем разуме, в нашем сердце начинает запускаться процесс обновления. Процесс обновления мышления. Мы вдруг начинаем видеть свет. И благодаря этому свету внутри нас начинается преображение. И когда мы преображаемся в образ Божий, тогда мы побеждаем. Мы разбираемся со всей дьявольской работой, которая обрушивается сегодня на вашу жизнь. И я уверен, что следующие программы, они принесут свет в вашу жизнь. Они принесут откровение. И вы сможете выбраться из ваших отчаянных обстоятельств. С победой, с приобретением. Вы будете более сильными, более благословенными, более мудрыми. И то, что дьявол захотел в вашей жизни сделать, он просто потерпит в этом поражение. Будьте благословены во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Аминь.